Стрельба с корточком. Сразу оговорюсь, сейчас кто-нибудь напишет, что если это сделать с ЭКМом, или если это сделать с градкоствольным ружьем, то ты, значит, задницей упадешь и ударишься больно в землю, и жизнь твоя на этом закончится. Ересь и лажа полная. Не буду доказывать даже и спорить. Кому интересно, кто не верит в законы физики, про то, что люди умеют стрелять и использовать оружие, идете на сайт Списна 40, ищете там за 2008 год. Какие-то наши подразделения занимались, честно говоря, я не помню. Огневая подготовка. Они уже это отрабатывали в 2008 году. Причем это было, по-моему, это было МВД. Реально, не готов сейчас. Ой, по-моему, это были ребята из МВД. Стребоскотыч. Почему? Это не лучшая изготовка для стрельба? Совершенно нет. Но я чуть раньше сказал про то, что пуля летит полсекунды. Условно, просто. Конечно, можно натренироваться и очень быстро сесть на колено. Но есть современные веяния, скажем так, связанные с чем? Что даже человек, находящийся в наколеннике, не должен как дурак влюбиться на этой колене. По двум причинам. Во-первых, даже через наколенник это травмирует сустав, потому что вы делаете это не как я сейчас в майке и кофте, а вы делаете это со снаряжением, которое весит хрен знает сколько. И второе направление это то, что все равно можно ногу поставить куда-то не туда. Поэтому есть такое мнение, что сначала вы мягко садитесь, а потом аккуратно ставите колено. На самом деле, как бы странно это ни звучало, если вы научитесь это делать грамотно, то это будет самое правильное решение. Сейчас показываю фокус-фокус. Можете потом попробовать, и у кого из вас это не получится. Зацепляюсь сейчас на нем. Замечательно. Я стоял, и вдруг откуда-то пошла стальба. Что-то засвистело. Я раз и ушел вниз. Вот я вам гарантирую, нет такой изготовки для стальбы с коленом, которую вы можете занять быстрее, чем это. Вы даже не понимаете, куда можно стрелять. Вы вообще не поняли, откуда полетела. Просто вот что-то начало происходить, и вы уже внизу. Волняющий боб-стоп, но это совершенно реальная позиция для стальбы. В чем история? Я занимаю максимально быстро. Можете поэкспериментировать. Профили, которые вы сделаете, то есть размеры цели, в данном случае у вас, они получаются самые маленькие. То есть меньше сжаться, сидя на коленке, практически невозможно, и занять при этом позицию быстрее тоже невозможно. Вот такое чудесное нововведение. Еще один замечательный плюс заключается в том, что отсюда, заняв позицию, я совершенно спокойно могу вести стрельбу, используя свои ноги как распорки, как лафет для моих локтей, и я могу вести достаточно точный прицельный огонь одиночным огнем. Стрелять одиночным огнем. Очередями, конечно, будет получаться хуже, потому что у меня начнут мотать, но одиночным огнем будет получаться замечательно. И второй еще важный момент заключается в том, что с этого положения я могу начать максимально быстро смещаться. Я, по сути дела, не имею никаких точек опорта. То есть я не сижу тут, не на ногу с вами сел. Я нахожусь вот сейчас в движении, как это ни странно. Из этого положения я всегда могу ломануться в сторону. Почему это важно? Потому что уход с линии атаки это всегда лучше, чем уменьшение размера цели. То есть вы уменьшили размер цели, в данном случае себя, ну круто. А страницы, по-моему, от этого не перестали. Вот если вы сместитесь в какое-то укрытие, либо уйдете с линии огня, вот это уже гораздо интереснее. Потому что цель нужно брать заново, направление нужно вымерять заново. И... А если ушел вообще за какой-то угол забетонный, за край кирпичного дома, то вы все, до свидания. Ищите, ищите. Сейчас еще что-то в ответ будет. Стоп удобный, что не понравилось. Значит, самый простой вариант это сделать таким образом и оттуда выходить на изготовке для стрельбы с коленой. То есть вы делаете вроде бы как в два приема, но вы решаете гораздо больше спектра задач, и решаете их своевременно. Когда, по-моему, начали стрелять первая ваша задача, это чтобы в вас не попали. И вы быстрым опусканием на максимально маленький размер цели, на максимально маленький габарит, вы добиваетесь этого эффекта. То есть вы увеличиваете в процентном соотношении свои шансы, что в вас не прилетит. И после этого вы начинаете стрельбу. Если вам будет нужно и недостаточно такой изготовки, если вы не принимаете решение на смещение, просто ставите ногу так, как вы делаете это в обычном положении для стрельбы. Заняли, медленно показывают, без фокуса. Заняли позицию без стрельбы. Вам нужно... Вы поняли, что вы будете вести бой из этого положения. Да не вопрос. Перешли на это положение, сели на заднюю ногу, как угодно, как вам нравится. Значит, принципиальный момент, сейчас боком развернусь, чтобы было имя. Обратите внимание на носок. Правой ноги. Нога у меня лежит не вот так, что отсюда мне не встать. Я буду толкаться, выталкивать себя одной единственной ногой. А центр тяжести, задница, извините, она у меня анатомия. А носок вот так. И вот тогда я себя предпринимаю. Важный момент запомнить. Следите за тем, чтобы носок всегда находился у вас в жатом состоянии. То есть вы можете стрелять отсюда, используя ногу как подпорку. Вы можете иметь какие-то более широкие стойки, совершенно неважных вариантов. Огромное количество и целая туча.